В четверг днём у перинатального центра в ходе опрессовки трубопровода горячей воды лопнула подземная магистраль. Как говорили очевидцы, начало этого эпизода ежегодного хабаровского шоу напоминало запуск ракеты шахтного базирования. Сначала раздался гул, потом крышка колодца распахнулась, вышибленная чудовищным напором, и над проезжей частью взметнулось облако. Клубы пара, горячие брызги и тёплый ручей мгновенно изменили вид одной из старейших улиц города. Автолюбителей как ветром сдуло. Обычно у ворот детского медцентра припарковано множество машин. Чаще всего такие гейзеры сопровождаются изрядным камнепадом в виде грунта и камней, поднятых напором на высоту нескольких метров. Но не в этом случае. Бесплатную мойку тёплой технической водой выиграли владельцы седана и внедорожника, стоящих у бордюра в непосредственной близости от ввестившегося колодца. Некоторые опасения внушал такой факт. Теплосетевой джинн вырвался на свободу прямо под линией электропередачи солидного напряжения, и вода могла спровоцировать появление мощной дуги. К счастью, до этой гидравлической битвы не дошло, хотя было бы интересно посмотреть, кто кого. Улицу Истомина сотрудники теплосетей перекрыли. Уже через полчаса напор воды ослаб. Совершенно очевидно, что в самое ближайшее время здесь начнутся раскопки со всеми сопутствующими прелестями, затруднением движения, отсутствием горячей воды и покоя. Запланированная авария случилась во время гидравлических испытаний инженерных сетей в зоне обслуживания ТЭЦ-2. Опрессовки идут по всему городу и как минимум трижды приводили к подобным инцидентам. Пострадавших в результате ЧП нет. С места происшествия Кирилл Новиков, Ольга Соколова и Алексей Баринов. Продолжение следует...